Привет! Уже два года не делал видео в рубрику «Во что мы играли раньше». Остановился я на 2013 году. Ну а в этом ролике расскажу о знаковых играх 2014 года. Поехали! Outlast Outlast — игра в стиле экшена, где ты попадаешь в мир страха и ужаса, который пробирает до самых костей. Данный проект разработан в жанре психологического триллера, который также назван хоррором, где ты отправляешься в темный и покрытый мрачной пеленой мир, полный странных вещей и ужасов. Ты сыграешь роль главного героя, который является журналистом, отправившимся на исследование странного здания. Это здание ранее являлось психиатрической клиникой, По информации, которую получил наш герой, в этой клинике происходят незаконные опыты над людьми. Что тебе и предстоит узнать? Ты отправляешься за уникальным репортажем, а попадаешь в ужас, который даже не приходил тебе в голову и не снился в самых страшных снах. Тебя ждет опасные приключения, многочисленные ловушки, ужас и страх. Старайся действовать очень быстро, чтобы не попасть в лапы злобному монстру, впоследствии жестоких опытов. Волян Хартс – игра, которая сумела сочетать в себе уникальную историю и приятную графику вместе с увлекательным игровым процессом. Здесь тебе предстоит узнать правду пяти судеб самых различных людей, которые по ходу развития событий будут постоянно переплетаться между собой. Все эти истории будут тесно связывать любовь, надежда, вера, дружба, несчастье и в конечном итоге самопожертвование. Игра предоставит вам возможность стать центром развивающейся сюжетной линии, которая достаточно тяжелая для восприятия. Ты попадаешь во времена жестокой войны, где сможешь узнать трагические судьбы людей и побывать в центре всех этих пугающих до жути событий. Прорисовка в игре сможет полностью погрузить игрока с головой в потрясающую атмосферу, которая покрыта мрачной пеленой. Тебе предстоит решать самые разные головоломки и преодолевать тяжелые препятствия. Средиземье. Тень Мордора Это ролевой приключенческий экшен по фэнтезийной вселенной Властелина Колец. В этот раз вас ждет длинное путешествие Мордор, встреча с огромным количеством известных персонажей и не только. Сюжет игры вращается вокруг событий, которые по сути предшествовали возвращению Саурона в мир живых. Ну а сами события затрагивают историю следопыта по имени Талион, что в свое время был убит вместе с семьей на заставе у черных враг. Внезапное воскрешение дало ему шанс отомстить за произошедшее. Но это еще не все. Помимо всего прочего, воскрешенный Талион получил еще и невероятные способности. Что же до геймплея, Текон целиком и полностью копирует игровой процесс серии игр об Ассасинах. Тут вам и частично открытый мир с кучей локаций, и широкий ассортимент вооружений, и полноценный стелс, благодаря которому некоторые миссии можно проходить разными способами. Вы же, играя в Тень Мордора за Талиона, будете прокачиваться, обретая новые способности, прокачивать полученные после воскрешения навыки и становиться сильнее по ходу путешествия. При этом вы сможете получать еще и дополнительный опыт, выполняя второстепенные задания от различных NPC. К слову, прокачивать действительно есть что. Разработчики составили довольно объемное дерево навыков. Wolfenstein The New Order Wolfenstein The New Order игра, которая успешно совмещает в себе экшен и шутер в одном лице, а также способна отправить тебя в мир завоеваний и опасных сражений с коварными врагами. Здесь ты окунешься в необычный мир психологической драмы с восхитительной и нелинейной линией сюжета. Отправляйся в свое незабываемое, но в то же время очень опасное приключение, где все действия будут происходить с видом от первого лица, что позволит тебе глубже окунуться в реалистичную атмосферу проекта. Боевая система также заслуживает наивысшего балла и позволяет тебе истреблять противника самыми различными способами, с помощью мощнейшего оружия убийства и хитрости главного героя. Ты попадаешь во времена военных действий. Здесь тебе предстоит взять во главенство армию бойцов, с которыми ты отправляешься на сопротивление с врагами. Ты будешь сражаться с легионами боевых роботов, мощь которых значительно превышает силы человека. Одолеть их будет непросто, но с помощью боевого арсенала добиться положительного результата будет намного легче. Также не забывай всячески улучшать умения и навыки главного героя. Alien Isolation Alien Isolation – крутая игра с невероятной сюжетной линией, которая была создана по мотивам популярного фильма под названием «Чужой». Действия игры перенесут тебя за 15 лет до событий, когда героине по имени Аманда предстоит одолеть довольно сложный путь и массу препятствий, которые постоянно будут возникать. Главной твоей задачей будет узнать, что произошло с твоей родной матерью на борту межгалактического корабля. Именно на это судно и отправится наша главная героиня. Событие приводит нас к тому, что мы узнаем об исчезновении черного ящика, на котором могли бы быть хоть какие-то улики. Этот черный ящик находится на станции Севастополь, куда и отправляется Аманда. Но затем она узнает, что здесь есть еще кто-то помимо нее, и этот кто-то чужой. Теперь тебе необходимо выживать и продумывать каждый свой шаг, чтобы в два счета не лишиться жизни. Divinity Original Sin Divinity Original Sin — динамичная стратегическая игра, которая вновь готова покорить тебя увлекательными уровнями и масса интересных заданий. Здесь у тебя будет возможность взять под свое управление сразу двух главных героев, которых ты также создашь в самом начале по своему вкусу и усмотрению. Ты сможешь наделить главных героев особыми характеристиками, указав половую принадлежность, внешние данные, характерные особенности, боевые таланты и многое другое. Также особенностью является то, что между персонажами разных полов могут постепенно развиваться любовные отношения. У каждого из твоих героев имеются особые параметры, такие как сила, интеллект, скорость перемещения по локациям, ловкость в разных ситуациях, а также телосложение героя. Именно от тебя и от принятых тобой решений будет зависеть всестороннее развитие персонажа. Поэтому будь внимательным при создании. Параметры распределяй грамотно, чтобы они могли помочь главному герою в дальнейших испытаниях. Боевая система основана на пошаговом действии, и именно здесь пригодятся твои стратегические способности. Five Nights at Freddy FNAF Игра в стиле хоррора, где тебе предстоит выживать целых пять жутких ночей в компании с игрушками. Но не все так просто. Дело в том, что игрушки оживают с наступлением темного время суток и готовы на все, чтобы застать тебя врасплох. По сюжету игры, главному герою, роль которого ты исполнишь, потребовались немедленно деньги, вследствие чего он решает устроиться на работу в должности охранника. Работать тебе предстоит только ночью. Под твой контроль попадает огромное здание с множеством комнат, которые тебе предстоит несколько раз обойти за всю смену. Чтобы постоянно не бегать в ту или иную сторону, тебе предоставляется камера наблюдения. Но самое удачное то, что тебе ограничили ресурс энергопотребления, а если превысить планку, то свет попросту исчезнет. Не стоит об этом забывать. Child of Light Child of Light Игра в стиле RPG, где тебе предстоит отправиться в потрясающий мир, состоящий из интересных и в некоторой степени жутких сказок. Ты отправишься в необыкноменный мир Лемурии, который будешь тщательно исследовать, постепенно заводя знакомство с его жителями. Каждое новое знакомство будет так или иначе влиять на твое дальнейшее прохождение. Поэтому старайся быть максимально внимательным, ведь враги не дремлют и сделают все, чтобы ты не достиг своей цели. На своем пути ты будешь встречать жутких сказочных существ, расправиться с которыми не так уж и просто. Ну а теперь пройдемся по хорошо продуманной сюжетной линии, которая подготовила для тебя массу загадок и испытаний. Все дело в том, что Королева Ночи обладает коварством и спланировала украсть из Королевства Солнце, Луну и Звезды, что у нее замечательно получилось. В следствии этого весь мир, куда тебе предстоит попасть, покрылся мрачной пеленой и только тебе под силу его спасти. Ты отправишься на поиски трех элементов, которые и являются источниками света и спасешь этот загадочный мир. Godfire Rise of Prometheus Godfire Это приключенческий экшен для андроид нового поколения с отличной качественной графикой, имеющей в своем арсенале положительные оценки и рецензии от авторитетных мобильных изданий. В игре вам посчастливится стать самым настоящим титаном по имени Прометей. Прокладывайте свой легендарный путь и найдите божественную искру, чтобы спасти человечество. В вашем распоряжении будут не только ошеломляющие своим качеством бои с многочисленными врагами, многофазовые схватки с кошмарными боссами, но и, как подобает жанру RPG, свободное исследование воссозданных красивейших фэнтези-миров и технологий, кишащих секретами и загадками и таящих в себе десятки уникальных предметов. Помимо этого, игра Godfire Rise of Prometheus может похвастаться великолепным сюжетом, который оценит даже самый заядлый геймер, где будут представлены полноценные анимационные заставки диалоги, озвученные профессиональными актерами. Также, помимо классического режима на прохождение, вы встретите режим выживания, режим на время и онлайн-режим для участия в сражениях с реальными людьми. Стикс Master of Shadows Стикс стелс-экшен с видом от третьего лица, в котором вам придется в роли самого старого гоблина погрузиться в череду интриг и заговоров и попытаться выяснить, откуда вообще появились гоблины. События игры происходят в необычном фэнтезийном мире, в котором орки, гоблины, люди и эльфы пытаются ужиться под одной крышей. Ну а вам же придется играть за гоблина по имени Стикс, прирожденного вора, что мечтает лишь об двух вещах, узнать правду о своем происхождении и заработать как можно больше денег. Вот в его-то роли вы и будете проходить игру. Вам придется погрузиться в череду интриг и событий, которые повлияют на весь здешний мир, выполнить с десяток заданий и пройти кучу испытаний. Ну а первым же делом стоило бы сказать о том, что в этой игре разработчики создали действительно крутую стелс-систему, благодаря которой, собственно, и раскрывается весь потенциал игры. Тут вам и продвинутая система скрытности, и множество механик, позволяющих обманывать врагов, и тихие убийства, и многое-многое другое. И каждое новое задание позволит вам получить еще больше геймплейных возможностей. Legend of Grimlock 2 Legend of Grimlock 2 это уже вторая игра в жанре Danger and Travel, вошедшая в серию. Вас снова ждут приключения, сражения с различными монстрами и прокачка, но теперь уже не в недрах горы, а на острове. По сюжету, четверых заключенных перевозили на корабле вместо будущего содержания, но внезапный шторм топит корабль, и заключенные оказываются единственными уцелевшими. Но не свобода и счастливая жизнь ждала их, а испытания. Теперь они оказались на необитаемом на первый взгляд острове. Что делать, куда податься, как выбраться отсюда, ответы на эти вопросы вам предстоит найти, попутно решая многочисленные головоломки и убивая монстров. Что до геймплея, так он по сути остался таким же. Разве что изменилось управление и появилось в разы больше возможностей. Но самое главное заключается в разнообразии рас и специализаций, умений, которые теперь вам будут доступны. Например, перечень рас теперь пополнится еще и ротлингами. Кроме того, доступны и старые расы, такие как человек, ящер, минотавр, инсектоин. Классов стало и вовсе в разы больше. Теперь вы сможете воспитать бойца, варвара, алхимика, фермера, боевого мага, вора или волшебника. При этом у каждого класса свои плюсы и минусы. Перечень оружия в Legend of Grimlock 2 пополнился новыми видами. Всего во второй части имеется пять классов оружия. Метательное, огнестрельное, легкое холодное оружие, тяжелое и стрелковое. При этом каждый персонаж может взять в руки только то оружие, которое подходит ему по классу. Shovel Knight Shovel Knight игра в стиле экшена, которая включает в себя невероятный геймплей и увлекательную линию сюжета, пройдя по которой ты сможешь отлично провести время и зарядиться позитивными эмоциями. Графика также может порадовать пользователей своей оригинальностью в исполнении, а также невероятными героями, выбор которых обширный. Для начала отправляйся на исследование мира, где ты сможешь вооружиться острозаточенным клинком и сразиться с самыми могущественными монстрами планеты. Главной твоей задачей будет спасение любимой и освобождение ее из коварных лап с соперника. На твоем нелегком пути постоянно будут встречаться гнусные рыцари, победить которых не так уж и просто. Более того, данный игровой проект с успехом смог включить в себя три дополнительных компаний, каждая из которых по-своему увлекательна и имеет массу интересного для выполнения. На этом все. Какие из этих игр вы играли? Пишите об этом в комментариях, а также напомните мне о каких играх я забыл. Ну а пока пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok